МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Древние аномалии против рака. Ученые обнаружили структуры ВРНК, которые помогают бороться организму с онкологией. Шифрование не помеха. Сотрудники полиции в Южном Уэльсе в Великобритании смогли идентифицировать отпечатки пальцев торговца наркотиками по фотографии WhatsApp. В распоряжении стражей порядка оказался снимок с несколькими таблетками. Его торговец отправлял покупателю. В кадр также попали пальцы дилера. Несмотря на низкий битрейт файла, удалось проанализировать фрагменты подушечек двух пальцев и определить, что отпечатки одного из подозреваемых. Результат – обвинительный приговор по 11 случаям продажи наркотиков. Террористов теперь вычисляют онлайн. Издание Forbes сообщило, что в течение последних пяти лет компания «Террадженс», основанная бывшими израильскими разведчиками, использовала сайты социальных сетей для создания огромной базы данных для распознавания лиц. В брошюре компании говорится, что «Террадженс» специализируется на создании и эксплуатации виртуальных объектов в онлайн-пространствах, которые законно получают доступ к социальным медиаплатформам и завоевывают доверие, формируя социальные связи, и в конечном итоге собирают ценный контент. По сути, программа шпионит за людьми через поддельные профили. Forbes указывает, что израильский программный продукт работал с Facebook и YouTube, а также множеством открытых и закрытых интернет-форумов. Данные поставлялись правительству США. Указывается, что цель – охрана безопасности гражданского населения, а также выявление и поиск преступников, особенно террористов. Однако после скандала с «Кембридж Аналитика» и «Фейсбук», кто поверит в исключительно добрые помыслы подобных компаний? Ученые, работающие в разных областях, давно вдохновляются природой и находят решение разных проблем, опираясь на наблюдение за живыми организмами. Американские ученые обнаружили, что эхолокация летучих мышей гораздо более сложный процесс, нежели считалось прежде. Летучие мыши используют эхолокацию, чтобы ориентироваться в пространстве. Ранее было установлено, что уши перепончатых крылых воспринимают отраженный от предметов ультразвук. Однако речь шла об одиночных сигналах. Исследователи из университета Джона Хопкинса построили настоящую искусственную пещеру, чтобы более подробно изучить способы эхолокации, что используют летучие мыши. Выяснилось, что они посылают множество сигналов, и причем одновременно в разные стороны. Анализ звуковой записи показал, что щелчки обычно сдвоенные. Такой вариант эхолокации позволяет животному построить довольно полную карту расположения объектов вокруг него. Материалы данного открытия будут полезны для проектирования систем управления автономными транспортными средствами. Египетская плодовая летучая мышь посылает сигналы в разные стороны на разных частотах. Это удивительно. Подобные используются в сонарных и радарных системах в устройствах, созданных человеком. Что для одного человека мусор, для другого сокровище? Исследователи из медицинской школы горы Синаи, это в Нью-Йорке, обратили внимание на последовательность РНК, которую прежде обычно никто особо не пытался анализировать. И оказалось, что некоторые особенности этих последовательностей могут помочь в борьбе с онкологическими заболеваниями. Американские учёные проанализировали то, что называют повторами в молекулах рибонуклеиновой кислоты. Они повсеместно встречаются в геноме человека. В этих участках исследователи обнаружили то, что они называли эндогенными вирусами. Они появились в ходе длительного процесса многократного патогенеза в клетках. Также учёные выяснили, данные эндогенные вирусы позволяют иммунной системе человека распознавать раковые клетки. Это, вероятно, можно использовать в системах диагностики или лечения онкологических заболеваний. Это происходило с нами миллионы лет, и в итоге производство эндогенных вирусов может стимулировать иммунную систему работать определённым образом. Уже доказано, что этот процесс запускается лучше у людей, у которых было больше таких элементов в РНК. Смотрите хай-тек и создавайте новое. О лучших проектах мы рассказываем в эфире. Пишите на нашу почту и до скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин